Привет, меня зовут Виолетта Каява, а вы смотрите программу Телезнайки. В этом выпуске мы расскажем, о чем говорят полоски на тенняшке, как устроена валунка, мы объясним, как играть в гольф и послушаем сказки. Приятного просмотра! Надо, надо умываться по утрам и вечерам! Да, так мы сейчас и делаем. Интересно, а как раньше в Санкт-Петербурге люди следили за личной гигиеной? Водопровода не было в домах, поэтому приходилось куда-то идти мыться. Либо баня была своя собственная при доме, либо общественная городская. Умывались, конечно, каждый день утром. Для этого использовали обычные тазики, ведерки, кувшины. Питьевую воду носили из Невы, а тем, кто жил далеко от реки, воду задоставляли водовоза. Бочки были разных цветов. В белой была самая дорогая и самая чистая вода из Невы. В желтой чуть-чуть похуже, из фонтанки. А в зеленой была вода для бытовых нужд. Да, нелегкая это была работа, воду возить. Поэтому водовозы часто и ходили злыми и сердитыми. Отсюда и появилась поговорка «На обиженных воду возят». В 1861 году построили водонапорную башню, и в городе появился водопровод. Вот по таким чугунным трубам в дома поступала Невская вода. Как правило, в больших многоквартирных домах, где жило очень много народу, кран был один на весь дом. Он находился где-нибудь внизу, им пользовался дворник. Ну, а также жильцы домов спускались вниз, набирали воды и отправлялись дальше в квартиры. Вдруг из маминой спальни, кривоногий и хромой, выбегает, а вот так и выглядел знаменитый Мойдадыр. И он, кстати, совсем не кривоногий, а очень даже симпатичный. А почему Мойдадыр выбегал из спальни? «Дело в том, что такие умывальники служили не только для того, чтобы можно было помыть лицо или руки, но еще этот умывальник был туалетным столиком. Женщины здесь прихорашивались. Сзади за стенкой висел огромный бак для воды, а под полочкой был кран. Из этого крана вода и вытекала. Большое отверстие в столешницу вставлялся таз, и можно было таким образом умываться». А как выглядели туалеты? «Чаще всего они находились во дворах, выглядели как обычный деревенский деревянный домик. Иногда в больших многоквартирных жилых домах устраивались специальные отдельные туалеты прямо на лестничной клетке. В квартирах обязательно под кроватью стоял горшок. Только их называли не горшки, а ночные вазы. С начала 20 века архитекторы стали проектировать дома уже со всеми удобствами. Петербуржцы продолжали ходить мыться в бани, и бани вообще в городе были очень популярные. «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, зубной порошок и густой гребешок». «Всегда и везде вечная слава воде». С историей водопровода в Санкт-Петербурге познакомились Ульяна Женц и Даша Кукушкина. «Нас мало, но мы в тельняшках». Так я подбодриваю себя перед каким-нибудь важным делом, например, перед съемкой сюжета о тельняшках. «Тельняшка» появилась очень интересно. Она вообще-то рождена в Средиземном море, если разобраться в истории. И однажды, когда российский фрегат, генерал-адмирал, отправился в дальний рейс на Средиземное море, когда выходили на берег, увидели полосатую вот эту рубашку. Матросы на свои деньги покупали их и хотели выглядеть красиво. Когда великий князь Константин Николаевич Романов увидел полосатые фуфайки, они ему очень понравились. И в 1874 году он подписал приказ о введении новой формы. Почему ваша крыса в тельняшке? Ну, вообще, сегодня у нас праздник, День тельняшки. Крыса вообще – это символ кораблей, моря. Без крыс, как бы корабль – это не корабль. Скажите, Пи. О чем говорит цвет полосок? Ну, цвет полосок говорит о том, к какому роду войск эта тельняшка относится. Ну, вот начали с самого главного. Самое главное – это у нас граница. Это зеленые полоски. Дальше идет самая основная. Это морская тельняшка, синие полоски. Десантники. Голубые полоски, оранжевые полоски. Это МЧС. А вот этот темно-вишневый цвет, или как ее называют, краповый – это спецназ. А дальше идут черные полоски разных вариантов. Это вот подводники и морская пехота. Как вы считаете, это удобная одежда? Она не только удобная. Она еще и гиеническая. Собственно говоря, именно вот исходя из удобства тельника. В жару прохладно, в холод тепло. Так долго тельняшка существует. Конечно же, дизайнеры и разработчики БОДы на них обращают серьезное внимание. Если уже женщины стали носить полосатую одежду а-ля тельник, значит, в самом деле тельняшка получила всемирное признание. На мне полоски, и я, Соня Бергановская, чувствую себя необыкновенно отважно. Эх, была не была. Сегодня я попробую волынить. Но это не значит, что я буду лениться и отлынивать от работы. Наоборот, я буду заниматься делом – осваивать новый музыкальный инструмент. Постоянно звучала какая-то нота бесконечная. И это было волынить. Когда волынщик играл по 6-8 часов, эти гудящие ноты соседям очень надоедают. Слово, волынка оттуда и произошла в русском языке. Волынке больше 4 тысяч лет. Она пришла, на самом деле, из Индии. И позже она уже прошла путь до Европы и уже в Европе осела. А как она устроена? О, интересно. Есть трубка, в которую я вдуваю. У нее простейший обратный клапан. Туда дую – воздух идет. Обратно дую – воздух не идет. Она состоит из мешка бурдонов. Это такие трубки, в которых постоянно звучит нота. Вот один, вот второй. И есть так называемый чантор. Трубочка, в которой есть много-много дырочек. На которой, собственно, мы и играем. В каждой стране была своя волынка. И отношение к ней везде тоже было разное. В России, например, этот инструмент не считался элитным. Потому что многие не любили ее за резкий монотонный звук. И поэтому со временем ее вытеснили баян и аккордеон. А волынка так и осталась инструментом простолюдинов. Как вы считаете, почему не учат в академических заведениях игре на волынке? Мне кажется, они берегут психику человеческую. Классическая музыка довольно сложно относится к фольклорной, а фольклорная – к классической. Скажем так, поэтому в консерватории, в Санкт-Петербурге нету отделения волынки. По каким критериям оценивается профессиональная игра? Ну, как и у любого музыканта. Надо быть очень ритмичным, чтобы было понятно, что ты играешь. Чтобы не было волынки или умирающего котенка. Красивый звук может извлечь только красивая душа. И вот это, по-моему, самый главный критерий в оценке любого музыкального инструмента. Обычный кожаный мешок, деревянные трубки. А как звучит! Двало музыку из мешка Ульяна Женс. Алексей, зачем вам клюшка? Стоп, я потому что мы идем играем в мини-гольф. Это что, гольф для детей? Нет, это взрослая игра. Двало музыки. Мини-гольф – это не маленький братик гольфа, а отдельный вид спорта. Отличие в том, что в мини-гольфе одна клюшка и много-много мячей. А в большом гольфе все наоборот. Очень много клюшек, но мячей может быть очень мало. Правила очень простые. Так же, как и в большом гольфе, надо пройти лунку, сделав как можно меньшее количество ударов. Поле для мини-гольфа имеет 18 лунок. Вы двигаетесь поэтапно и проходите каждую лунку. В идеале сделать по одному удару на каждой лунке. Давайте теперь разберем технику игры. В мини-гольфе используется одна клюшка. Каждый уже ее под себя подгоняет. А это присоска, чтобы не наклоняться за мячиками лишний раз. Смотрите, видите, мячики отличаются? Они отличаются не только цветом, но и свойствами. У каждого мяча разный отскок, разная плотность. Они на лунках играют по-разному. Поэтому на соревнованиях у людей очень много мячей. Мячики можно нагревать, охлаждать. Из-за этого у них будут меняться физические свойства. Чем мяч тяжелее, тем он легче проходит всякие неровности на поверхности лунки. На каждой лунке есть зона Ти. С нее надо начинать играть. То есть вы не можете ставить мяч сюда, сюда. Только в районе зоны Ти. Кисти должны быть близко друг к другу. Держите так, чтобы вам было удобно и чтобы клюшка не гуляла в руках. При замахе идет только корпус. Когда появился мини-гольф? В мире он появился лет 40 назад. А у нас в России развиваться он начал как спортивная дисциплина в 2000 году, в 2002-2003. Самые сильные игроки живут в Швеции. Но наша сборная тоже их скоро догонит. Как он должен удариться в ту стенку, потом в ту и закатиться в лунку? Для этого нам надо изучать физику. Играли в мини-гольф Соня Горьянова и Алексей Козлов. Я уже считаюсь взрослой и вряд ли кто-то будет мне читать сказки. Даже если я очень попрошу. Обидно, но я знаю место, где в любом возрасте можно послушать волшебные истории. В Псула-парке сказкам посвятили весь день. Их читают на разных площадках. Народные, авторские, смешные и страшные. Какие театры участвуют в проекте? Ну, во-первых, большую часть на себя взяли артисты лаборатории цирка на Фонтанке. Здесь участвуют театры, имени которого нельзя называть. Константин Архбенин, Дмитрий Максимачев вместе с симфоническим оркестром показывают нам сказку из коммунальной квартиры. И артисты, которые участвуют в театре дерева. И участники школы ОГО и многие другие. День сказок, конечно, придумали для детей, но взрослые проявляют не меньший интерес. Нам важно сделать так, чтобы у нас было интересно семье. Это может быть бабушка со своими детьми, это могут быть папы с мамой, которые привели сюда своих детей. Со мной был такой случай, когда я просила почитать мне книгу, хотя я была уже достаточно взрослой. И важно это не терять взаимосвязи с близкими. Если тебе хочется, чтобы тебя почитали, нужно обязательно об этом сообщить, попросить и найти того, кто это сделает. А еще в проекте участвуют папы, артисты и медийные личности. Они тоже читают сказки всем желающим. Потом я вижу... Нет, идет ко мне человек с таким большим топором. Я чуть в фонтан не упал. По счастью, мимо меня воздушный шар пролетал. В детстве, конечно, любил, потому что, собственно, либо по причине того, что еще пока не умел читать, либо было лень, либо очень медленно. И поэтому, конечно, интереснее, когда мама тебе в красках или папа очень все интересно рассказывает со своими интонациями, конечно. Да и нет, можно и сейчас послушать на самом деле. Почему нет? Все-таки попробую уговорить маму и иногда читать мне перед сном. Слушала сказки Карина Евдокимова. А на этом у меня все. Пока! Продолжение следует...